Здравствуйте, меня зовут Амирбаев Акнур Ербол Кузы, я учитель информатики, IT-школа, лицей УЗАД. На сегодняшнем уроке я хотела бы продемонстрировать, как я преподаю курсы робототехники и программирования дистанционно. В основном мы сейчас начали работать с программой Tinkercut. Потому что в этом программе Tinkercut дети могут онлайн составлять свои схемы, которые мы им даем в задании, и тут же набирать код и проверять, работает их схема или нет. Это очень удобно, так как сейчас у детей дистанционно у них дома может быть нет комплектующих, ардуина и так далее. А тут как бы очень удобно, легко и применяется очень легко. Можете взять себе на заметку, кто преподает именно информатику или физику, допустим. Можно и применить на уроках физики. То можете применять этот онлайн-платформу Tinkercut. Так, я подготовила презентацию на казахском. Давайте я на казахском с детьми начну, а потом по ходу дела начну говорить на русском, чтобы вам объяснить. Так, с детьми мы уроки, уроки проводим на онлайн-платформе Discord. Дети подключаются, я транслирую свой экран, показываю ход работы, и они повторяют за мной, и если у них есть вопросы, то они задают, и я им отвечаю. Также тут они могут загружать картинки, либо я могу загружать какие-то картинки, файлы, и также есть текстовый чат, где мы можем обмениваться. Дети могут задавать вопросы, а я им отвечаю. Так, теперь давайте проверим, кто есть на уроке, а кого нет. Акалтая Варабика, Амангель Дамерлан, Доримбекул Атлет, Дускейла Жанель, Еда Лернар, Муканов Азамат, Мустафин Митет, Хорошо, тогда он напишет, Мухаммед Нарсад, Рамазан Казахвата, Садыков Дастан, Все пришли, тогда мы начнем свой урок. На сегодняшнем уроке мы будем делать следующую схему. На сегодняшнем уроке мы будем делать схему светодиодной шкалы с помощью потенциометра. Мы научимся на сегодняшнем уроке. Мы будем научимся применять светодиодную шкалу, потом научимся применять потенциометры, чтобы понять работу светодиодной шкалы. Будем составлять схему, то есть собирать схему светодиодной шкалы, и также будем, напишем скетч для схемы. Чтобы сделать наш пример схему, нам нужны следующие компоненты. Первая – это плата Ардуина. Плата Ардуина – это мини-плата, у которой есть микросхема, а также свой питание. Следующий – USB кабель. USB кабель нам нужен для того, чтобы загрузить написанный скетч на плату Ардуина. Испайчная макетная плата нам нужна для того, чтобы соединять нужные комплектующие с платой Ардуина. Теперь светодиодная шкала. Вот видите светодиодную шкалу. Это то же самое, что и диоды. Теперь потенциометр. Следующий потенциометр мы используем для того, чтобы регулировать напряжение в светодиодной шкале. Также нам нужны резисторы и соединительные провода. Обратите внимание на показания. Потенциометр у нас будет 10 кОм, а резистор – 220 Ом. При составлении своей схемы поставите такие же значения. Так, теперь мы будем собирать данную схему. По данной схеме у нас данную схему. Так, теперь данную схему я вам скинула в ваш текстовой чат. Вот, и программный код. Программный код мы будем разбирать по ходу дела. Теперь давайте начнем собирать нашу схему. Чтобы собрать нашу схему, мы перейдем в онлайн-платформу Tinkercad. Коллеги, обратите внимание, как заходить в онлайн-платформу Tinkercad. Чтобы зарегистрироваться в Tinkercad, чтобы начать работу в Tinkercad, нужно зарегистрироваться через свой Google аккаунт. Когда вы зарегистрируетесь через свой Google аккаунт, у вас появится вот такое окно. Так, вот, чтобы начать именно собирать... Для того, чтобы работать именно с Arduino, выбираете Circuits, и у вас выходит создать цепь. Вот тут у меня уже есть мои работы, которые я уже собирала. А если вы хотите открыть новое окно, нажимайте на кнопку создать цепь. Так, у вас открывается такое окно. Это у нас рабочая зона, а с правой стороны у нас комплектующие. Чтобы начать работу, выбираем компоненты, из базовых выбираем все. Теперь, чтобы найти плату Arduino, пишем на английском языке Arduino. Дети, вы можете делать со мной параллельно. Arduino, и у нас есть микроконтроллеры, просто Arduino Uno R3, а нам нужен стартовый набор. Мы, чтобы выбрать, держим левую кнопку мышки и перетягиваем на рабочую зону. И я думаю, что это видео. Перетянули. Теперь давайте обратим внимание на нашу схему. Как видите, в нашей схеме беспаечная плата немного больше. Нам нужно выбрать такую же. Удаляем беспаечную макетную плату и выбираем новую. Для этого пишем плата. Собираем макетную плату. Перетягиваем также на рабочую зону. Теперь собираем нашу схему. Дети, вы начали собирать? У кого есть какие вопросы? Если есть вопросы, можете задавать. Теперь давайте, чтобы начать свою схему, начнем с светодиодов. По схеме мы должны были использовать светодиодную шкалу. Но так как в Tinkercad нет светодиодной шкалы, вместо светодиодной шкалы мы будем использовать просто 10 светодиодов. Чтобы найти наши светодиоды, выбираете, пишите светодиоды и перетягиваете на рабочую зону. Я уже всю схему приготовила, но буду показывать, как каждую деталь перетягивать и как подключать. Перетягиваете и ставите схему, она расположена на дорожке I, на G. Располагаете и меняете цвета. Мы выбрали красный и белый цвета. Спасибо. 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 Как поставите сразу 10 светодиодов, скажите, что вы уже поставили. Мы начнем, перейдем к резисторам. Спасибо. 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 Коллеги, если у вас есть вопросы именно по программе, по схеме и так далее, вы можете задавать свой вопрос, я могу параллельно отвечать, пока дети делают свою схему. Дети, вы уже все проставили светодеты? Теперь давайте перейдем к резисторам. Точно так же в окошке поиск пишем резисторы, и у вас сразу выходит резистор. Точно так же перетягивайте на рабочую зону и ставим на дорожку от Е до G. И я вам говорила, обратите внимание, да, сколько ставим сопротивление? 220 и... 220 и... Расставьте точно так же 10 светодиодов. И чтобы каждый раз не менять свои светодиоды, вы можете сделать Ctrl-S и Ctrl-V. И так у вас появится второй точно такой же резистор с таким же сопротивлением. Так вы быстрее проставите все резисторы. Да, Бекена, Мария, можете задавать свой вопрос. Сопротивление 220 Ом. Проставили? Проставили? Все проставили, да, уже? Теперь нам нужен потенциометр. Слышите? Потенциометр, и у вас точно так же выходит. И перетягивайте на рабочую зону. Потенциометр мы устанавливаем на той же линии, что и наши светодиоды. То есть на линии UG, да? Да. Так, поставили. Теперь нам нужно все это соединить соединительными проводами, да? Теперь обратите внимание, наш светодиод состоит из катода и анод. Катод это у нас минус, а анод это плюс. Теперь от катода берем соединительный провод и соединяем с цифровыми пинами Ардуино. Вот наш самый первый светодиод соединяется с пином минус 11 и точно так же каждый светодиод мы соединяем с минусовыми пинами. То есть берете вот так линию и соединяете, откуда вам нужно. Ставьте и можете менять цвета, какой вам нужен. Допустим, синий. Спасибо. Спасибо. Так, соединили все? Теперь, получается, от Ардуино мы соединяем к макетной плате, даем питание. При этом мы соединяем ее с соединительным проводом и закрашиваем ее обязательно в красный цвет. Вот берете от плюс и идете до 5 ватт. Соединяем с Ардуино именно красный соединительный провод для того, чтобы дать питание нашим резисторам и через резисторам и дать питание нашим светодиодам, чтобы они загорались. Так, вот, допустим, вы соединили, да, и получается вот у нас вся эта линия плюсовая уже заряжается питанием. Теперь нам нужно это питание передать резисторам. Из-за этого мы опять берем линию и соединяем со следующей линией плюс. И таким образом вы от первой линии плюс передаете питание до второй линии плюс. Соединили второй красный провод? Теперь, получается, у нас в этой линии есть питание. Теперь нам это питание нужно передать резисторам. Из-за этого мы опять соединяем их с соединительным проводом. Также берете соединительный провод и соединяете ее с резистором. Все 10 резисторов нужно соединить, чтобы всем 10 резисторам дать питание. Продолжение следует... Так, соединили, да? Теперь нам нужно... Так как у нас все линии, вот, видите, от F до G, они уже все пропитаны. Они соединены между собой уже соединительными проводами. И, получается, у нас резисторы автоматически соединяются с светодиодами. Теперь нам нужно подключить наш потенциометр. Потенциометр состоит из трех контактов. Первый контакт мы соединяем с ground, с заземлением. Обязательно должна быть соединительный провод черного цвета. Второй контакт мы соединяем с аналоговым пином А0. Закрашивайте в желтый цвет. И третий контакт мы соединяем до линии плюс, чтобы получить питание. Второй контакт мы соединяем с аналоговым пином, чтобы его значения... Как сказать? То его значения были от 0 до 1023. И таким образом, когда мы будем крутить наш потенциометр, то наши светодиоды будут, соответственно, загораться, то и гаснуть. Так, схема у всех готова? Кто еще затрудняется, у кого не получается? Так как я работаю с седьмыми классами, и они только начали изучать Ардуино, я им заранее даю уже готовый программный код, чтобы они проверяли свою схему. Как сейчас они учатся собирать схемы. И как я им даю программный код, я не самостоятельно после уроков изучаю каждый программный код, потому что в программном коде рядом с каждым кодом прописано, что она делает в комментарии. И детям легко изучать скетч. Так, теперь у вас вот в чате я вам уже скинула готовый программный код. Берете, копируете ее полностью. Ctrl-S. И теперь, если у вас уже программа, то есть схема готова, и вам нужно загрузить скетч, то мы выбираем код. Если вы первый раз зашли, у вас будет вот в виде блоков. То есть вы можете здесь программу писать как и в виде блоков, и если хотите, как блоки и текст. Мы выбираем как текст. Выбираем текст. Тут у нас есть уже готовый программный код, он нам не нужен. Мы ее полностью удаляем и вставляем в свой программный код. Загрузили. Теперь, чтобы проверить, правильно ли собрана наша схема, мы нажимаем на кнопку «Начать моделирование». Нажали, и теперь, чтобы проверить, работает ли наша схема, мы крутим наш потенциометр. Видите, как мы больше ее крутим, даем больше значений. Вот, допустим, я же говорила, что она принимает значения от 0 до 1023. И чем мы больше увеличиваем значения, тем наши ситодиоды загасаются. И, соответственно, гаснут. У кого получилось? Медиэт, Нурсад. У всех все получилось. Кто-нибудь еще запрятняется? Все, мы сделали наш первый пример. На этом наш урок заканчивается. И домашнее задание вам. Изучить весь программный код. Вот я вам говорила, да, что всегда возле каждого кода есть комментарии. Что этот код делает? Вот, допустим, int pins задействовали 10 цифровых пинов. Цифровые пины, вот, мы от светодиода берем до цифровых пинов Ардуино. Берем все это и изучаем, что делает каждый код. И на следующем уроке мы все это обсудим. Если у кого-то будут вопросы по кодам, я вам отвечу на эти вопросы. Ну, все, на этом мой урок закончился. Обычно мы на уроках, на локах делаем по два, по три примера. Просто я подумала, что они все аналогичны, просто примеры разные. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать, я вам отвечу.